здравствуйте ребята мы сегодня с вами занимаемся второй раз используя те данные о которых уже говорили и мы с вами занимаемся теми заданиями которые по результату экзаменационной работы математики в 11 классах 17 марта вызвали наибольшие затруднения это задание 10 29 40 извините 14 15 19 и 20 о которых мы говорили в прошлый раз а сегодня мы поговорим о первом четвертом десятом и тринадцатом задания эти задания тоже вызывают затруднения у экзаменующихся и мы с вами будем учиться на чужих ошибках чтобы не делать свои и так задание первое котором проверяются вычислительные навыки и тем не менее она вызывает на затруднения в задании на первой строчке вы видите выражение которое содержит десятичную запись числа сначала выполняется первое действие в скобках а затем умножение и так мы с вами скобках получаем три с половиной вполне возможно получить и нужно умножить на две целых четыре десятых по правилу умножения чисел которые имеют два разряда мы с вами умножение выполняем и выделяем два знака запятой потому что вы исходных двух числах два знака всего содержится получается результат 8,4 никакие нули писать в ответ не надо ноль отбрасываем и пишем результате восемь целых четыре десятых следующее задание требует вычислений с помощью обыкновенных дробей поэтому мы с вами будем выполнять тоже сначала действие в скобке приводя дроби к общему знаменателю а затем действие делим и так действие в скобке предлагает нам выполнить сложение дробей со знаменателем 33 и 22 общим знаменателем будет конечно число 66 при этом дополнительные множители для 1 дроби 2 для 2 3 в результате нам нужно сложить числители 16 и 39 мы получаем дробь 55 66 сокращая ее на 11 числитель и знаменатель мы получаем 5 шестых а затем нам нужно выполнить второе действие 5 шестых разделить на 5 18 для этого мы вспоминаем правила деления обыкновенных дробей для того чтобы разделить одну дробь на другую следует деление заменить умножением на число обратное делителю после сокращения этой дроби мы получаем 3 целых и в ответ записываем 3 целых и затем переходим к заданию следующего следующее задание четвертое четвертом задании требуется делать вычисления по формулам эти задания традиционно школьники не любят путаются формулах и так далее но в них совершенно ничего нет сложного тем более что как правило эти задания без всяких подвохов там не надо переводить обычно единицы измерения потому что собственно вот в первом задании например вам для того чтобы найти мощность силу тока задано сразу вам первых сопротивление в омах поэтому и мощность будет сразу найдено в ватт и так используем формулу мощность равна квадрату силу тока умноженную умноженному на сопротивление 7 в квадрате умножить на 5 это 49 на 5 результате мы получаем 245 следующая задача предполагает что мы найдем среднее геометрическое трех чисел и задано формула по которой вычисляется среднее геометрическое она предлагает нам излечь кубический корень из произведения трех чисел записываем условия вместо этих обозначения а б и ц и подставляем их значение заданной и видим что под корнем сразу находится 3 в кубе это 27 и 25 на 5 это 5 в кубе результате из под корня выходит произведение тройки и пятерки и мы с вами получаем ответ 15 следующее задание предлагает нам вычислить площадь треугольника по формуле где в числителе находится произведение глин сторон от знаменателя учетверенный радиус описанной окружности заданы все эти величины безразмерные единственное неприятность что тут делить нужно на радиус который задан дробью 85 8 ну по правилу деления на дробь мы с вами 85 записываем знаменатель а восьмерка знаменатель идет числите и после сокращения дроби получаем число 180 и так четвертом задании мы закончили следующее задание это задание на вероятность это задание которое предполагает что мы с вами будем использовать формулу вероятности и как правило в базовом экзамене формула вероятности такова что мы с вами должны найти отношение числа благоприятных исходов некоторых событий к общему количеству возможных исходов но здесь всего чемпионате участвует 35 спортсменов из которых 7 россиян и нам нужно найти вероятность того что спортсмен выступающий первым окажется из россии поскольку события это равновозможным поскольку порядок в котором выступают спортсмены определяется жребием то мы с вами находя вероятность разделим количество благоприятных исходов на общее количество исходов получим одну пятую в виде десятичной дроби запишем как две десятых следующая задача из каждых 100 лампочек поступающих продажам в среднем 3 неисправных значит исправных 100 минус 3 97 благоприятных исходов 97 общее количество исходов 100 поэтому вероятность выбранные лампочки быть исправной 0 тема 97 суток следующая задача связана с использованием стереометрических форм в данном случае сосуде цилиндрической формы находится на уровне 80 сантиметров вода на каком уровне окажется вода если перелить в другой теоретический сосуд у которого радиус основания в четыре раза больше чем у данный но понятно что если радиус основания будет четыре раза больше то высота столба жидкости будет меньше вот нам нужно найти на каком уровне будет вода во втором сосуде мы себе можем представить вот это диаметр исходного сосуда который равен давым радиусом диаметр второго сосуда в четыре раза больше а значит и радиус будет в четыре раза больше если мы с вами сравним объемы жидкости которые не меняются потом объем 1 1 первом сосуде такой же как во втором используем формулу объема цилиндра пер квадрат на аж то есть площадь основания на высоту и приходим к выводу что когда радиус основания увеличился в четыре раза вот он четырем радиусом исходного сосуда да то получается что формуле у нас квадрат этого выражения равен 16 радиусов квадрате то есть получается что поскольку объемы жидкости в двух сосудах равны то выражение пер квадрат можно сократить разделив обе части на него и получится что высота жидкости во втором сосуде будет равна 16 высотам жидкости более широком сосуде то есть в сосуде с радиусом основания в четыре раза больше чем исходные высота жидкости будет на уровне 5 сантиметров вот таков будет ответ в этой задачи и следующая задача по стереометрии от деревянного кубика пилили все его вершины вопрос сколько граней у получившегося многогранника если учесть что невидимые ребра на рисунке не изображены нам с вами давно и хорошо известно что у кубика всего шесть граней и так исходного геометрического объекта 6 грани а вершину него 8 поэтому новых грани будет ровно 8 и получится что у получившихся многогранника всего 14 грани задачи решены и мы с вами заканчиваем сегодняшнее занятие а на дом вы получаете задание на сайте решу егэ который содержит задание с такими же номерами которые мы сегодня с вами обсуждали там будут задания на вычисления будут задания на действия по формулам задание на нахождение вероятности и вот такие несложные задания по стереометрии вам нужно обязательно прислать ваши решения в срок и при этом еще выполнить некоторые работы на сайте решу на сайте я класс поэтому пожалуйста следите за тем чтобы выдерживать сроки ну а я с вами прощаюсь успехов вам а